Здравствуйте! Вот накопились еще и другие вопросы по молочному грибку. И так как процесс выпуска новых видео меня очень затянут, то я старалась ответить на них индивидуально и как можно быстрее. Кстати, видео на тему грибка продолжают выходить только благодаря вашим вопросам и комментариям. Здесь я попытаюсь суммировать мои ответы некоторым из вас и обнародовать ваш опыт, которым вы поделились со мной. Поэтому всех, кто оставил след под моими видео, хочу поблагодарить отдельно. Даже тех, кто на меня наехал. Между прочим, благодаря их негативным комментариям я и провела тот наглядный эксперимент с нержавейкой. Так что спасибо абсолютно всем, даже врагам. Так, раскланялась. Теперь буквально в одном предложении хочу извиниться. Перед выпуском этого видео я буквально одним глазом, быстренько просмотрела пару ваших комментариев. Ну, чтобы напомнить себе, какие вопросы вы мне задавали. И натолкнулась на пару своих ответов. Девочки и мальчики, простите меня, пожалуйста. Я допустила там пару ошибок. Мне очень стыдно. Очень. Я пытаюсь вам ответить, как только вижу, что пришел вопрос. Иногда это 2-3 часа ночи. Ну и похоже, в эти часы мой мыслительный центр работает некачественно. Это, к сожалению, эхо войны. Эхо американского бракорасводного процесса. Ну, а об этом и здесь. В этом видео я все исправлю. Я все исправлю. Итак, поехали. Первый вопрос. Меня не раз спрашивали, как пить кефир. В каком режиме. Нужно ли его принимать циклами по 20-10 дней. И как употребляю его я. Кефир, безусловно, ценнейший натуральный пробиотик. О его невероятных целебных свойствах я уже подробно говорила. Но при всем при этом он относится к продуктам питания. Так же, как и квашеная капуста и другие полезные овощи и фрукты. Из которых кто-то старается сделать. Ну, я не знаю, какое слово подобрать. Ну, лекарственные препараты, что ли. Которые нужно принимать циклами. Вот и появились яблочные диеты, фруктово-овощные, сокотерапия, интервальное голодание, разгрузочные дни. Все это я тоже пробовала. Даже голодала 6 дней на дистиллированной воде. И все это я очень приветствую. Во всем этом есть свой тайный смысл. Например, пить кефир циклами намного лучше, чем не пить кефир вообще. Поэтому, если вам это подходит, пожалуйста, пейте кефир циклами. Но я считаю, что это больше психологический трюк. И он тоже может подойти не всем. У кого непереносимость на кефир, то вам нужно найти другой источник пробиотика. Природа предоставила нам огромнейший выбор. Для меня же, как я уже и сказала, это продукт питания, который своим составом помогает поддерживать здоровую флору в кишечном тракте. Это мой иммунитет. Хочу здоровую флору в кишечном тракте и, как следствие, сильный иммунитет, то пью кефир. Не хочу здоровую флору в кишечном тракте, не пью кефир. Очень простая формула. Овощи и фрукты я также кушаю не циклами, а ежедневно, потому что хочу жить долго. Нет, долго точно не хочу. Ну, наверное, чтоб ничего не болело. Что-то я кушаю чаще, потому что люблю, а что-то реже, потому что не самое мое любимое. Например, вкус кефира для меня не самый любимый. Но без него я не какаю. Ну, у меня особенный случай. Как я выяснила, пройдя клоноскопию, у меня аномальный кишечник. Но многие из вас пьют кефир, потому что вам это вкусно. Я вам очень завидую. Вы для меня боги. Ну, даже тем, кому кефир очень нравится, он может поднадоесть. Хотя его можно и разнообразить всякими там добавками меда, фруктами и так далее. Но все равно наступает момент, когда хочется от него немножко отдохнуть. Тогда грибок можно отправить в холодильник. Как это сделать и на какие сроки, об этом я подробно говорила в предыдущем видео. Но если вы только недавно достали грибок с холодильника, и у вас нет возможности или желания его пить каждый день, оставьте себе ну совсем чуть-чуть. А остальной грибок верните обратно в холодильник. Тот, что оставили, поместите в небольшой контейнер и залейте небольшим количеством молока. Ну, скажем, 100 миллилитров. Через сутки, после того, как грибок сквасит это молоко, долейте ему туда же еще 100 миллилитров свежего молока. И на третий день добавьте в кефир туда же еще 100 миллилитров свежего молока. С каждым днем, естественно, объем кефира будет увеличиваться. Поэтому оставляйте себе изначально маленький грибок, который может сквасить где-то 100 миллилитров молока за сутки. И если придерживаться этой схемы, то можно пить стакан кефира раз в три дня, а не каждый день. Как пью его я, я уже говорила в предыдущем видео, я держу небольшой шарик в чашечке, который сквашивает мне молоко раз в день. Кефир не процеживаю, а пью прямо в чашке. А новоотделившиеся мелкие зернышки грибка я проглатываю прямо с кефиром. В моем случае их не так уж и много. Рост грибка напрямую зависит от условий его содержания. А у меня они не идеальные, так как я использую магазинное пастеризованное молоко еще и из холодильника. Ну, во-первых, второе молоко у нас запрещено к продаже, его просто не найти. А во-вторых, мне не нужен бешеный рост грибка. Так что меня все устраивает. О, нашла что-то, что меня устраивает в моей жизни. Какой хороший день. Следующий вопрос. Где взять молоко хорошего качества? Или как определить качество магазинного молока? Подходит ли оно к грибку? И вообще, молоко ли это? Это сделать очень просто. Купите по небольшому пакету цельного молока всех производителей в вашем регионе. Отлейте молоко с каждого пакета в стакан каждого производителя в отдельный стакан. И поставьте все стаканы в какое-то одно место для сквашивания. Помните, как наши бабушки в селе делали простоквашу? И посмотрите на результат. Какое молоко протухнет и завоняется. А какое превратится в вкусную простоквашу? Вот вы и найдете у себя молоко хорошего качества. Ну и естественно, не стоит, наверное, и упоминать, что если есть хоть какая-то возможность использовать домашнее молоко, то не стоит ее пренебрегать. Ведь кефир вы делаете для себя любимого. Следующий вопрос. Что делать с грибком, если в доме не оказалось молока? Ну, по большому счету у вас два варианта. Первый это ничего не делать. И в этом случае кефир у вас перекиснет. То есть расслоится на сыворотку и творожную массу. И как только вы пополните свои запасы молока, разбавьте его, то есть кефир, свежим молоком. Через какое-то время кефир сбалансируется, и его можно будет процеживать. Но этот вариант подходит только в том случае, если грибок будет плавать в прокисшем кефире не более 12 часов. И при условии, что ваша комнатная температура невысокая. Если же у вас нет возможности пополнить запасы молока побыстрее, тогда вам больше подойдет второй вариант. Дождитесь готовности кефира и контейнер или баночку, что там у вас, прямо с грибком поставьте в холодильник. Процесс ферментации будет продолжаться и там, но уже значительно медленнее. Что даст вам время купить молоко? Желательно по возможности ограничить время пребывания грибка в холодильнике. Я уже говорила, что в холоде активность дрожжей значительно замедляется. И если их не подкармливать, то нарушается баланс флоры в молочном грибке. Это все очень логично и понятно. Так вот, если ваш контейнер с грибком стоял в холодильнике меньше двух суток, то достаньте эту баночку, подлейте свежего молока и не забудьте извиниться перед грибком. Дайте ему переработать свежее молоко и можно процеживать. Я считаю, что этот кефир вполне пригоден для питья. Если же ваш мальчик стоял в холодильнике больше двух суток, то достаньте банку, слейте перестоянный кефир слегка. Промойте грибок не хлорированной водой и начинайте новую порцию. Либо поэкспериментируйте сами. Не обязательно, чтобы было по-моему. Следующий вопрос. Что делать с лишним грибком? Очень жалко его выбрасывать. Это правда. Очень жалко. Очень жалко. Просто рука не поднимается. Выбросить грибок, особенно поначалу. И тогда самые ранимые из нас начинают проходить стадии адаптации. Первое. Это стадия продажи. Ищем, кому продать. Когда потенциальные покупатели заканчиваются, начинается стадия раздачи. Раздаем, не спрашивая. Ну, через пару месяцев и этот список знакомых исчерпывается. Тогда начинаем приставать к людям на улице. Следующая стадия, когда сам доплачиваешь, чтобы взяли грибок. Ну, где-то в конце этой стадии, больше от безысходности, даже самые брезгливые, уже начинают пробовать грибок на вкус. И, наконец, последняя стадия. Это стадия глубокой, но краткосрочной депрессии. Когда выбрасываешь свой первый грибок. На этой стадии плохо спишь, ощущаешь чувство глубокой вины. Некоторые начинают пить. Ну, и все такое. Каждый переживает это горе по-своему. Ну, плюс этой стадии в том, что она длится недолго. И кто не предрасположен, например, к алкоголизму, легко из нее выходит. Вообще, если у вас есть свекровь или теща, их можно послать. Стоять вдоль дороги и продавать лишний грибок. Маму не посылайте. Маму жалко. Хотя иногда со свекровью везет больше, чем с мамой. Извините, это я о своем. Ну, а если серьезно, отберите пару самых крупных экземпляров и держите их в холодильнике на всякий случай, если с вашим рабочим грибком что-то случится. Некоторые лишний грибок замораживают или высушивают. Я этого никогда не делала, подсказать не берусь. А вы сделайте, как вам удобно. Но вообще, заморозка лишнего грибка очень хорошая идея. Самое экономное хранение. Не требует никакого молока. Ну, а то пополнение, которое будет вам давать ваш рабочий грибок, то ли увеличится количество риса, то ли от ваших шариков отделятся мелкие бебечки. Этот грибок, по желанию, можно кушать. Просто помните, все хорошо, что в меру. И еще, всякие там эксперименты, такие как пытаться сквасить сливки, растительное молоко. Что там люди еще с ним делают. Я бы проводила с лишним грибком. Не с запасным, который в холодильнике. Не с рабочим, который делает вам кефир. А с лишним. Он у вас рано или поздно обязательно появится. Вот его и мучаете, если у вас сердца нет. Следующий вопрос. Если грибок не белоснежного цвета, значит ли это, что с ним что-то не так? Посмотрев мои видео, некоторые начали сомневаться, что их грибок здоров. У кого-то он розоват, у кого-то он сероват. Скажу честно, никогда лично с этой проблемой я не сталкивалась. Но знаю, что розоватость и сероватость этой культуре не присущи. Грибок должен быть белый или светло-кремовый. Но шариковатость, упруговатость, слизковатость это то, что надо. Извините, что-то я, наверное, что-то съела. Но оставлять вопрос без ответа мне тоже не хотелось бы. Поэтому я поделюсь с вами, что бы я делала в таком случае. Во-первых, я понимаю, что неважно, то ли грибок ко мне попал уже такого необычного цвета, то ли он цвет поменял уже у меня. В обоих случаях состояние грибка – это прямой результат условий его содержания. Чтобы грибок восстановился, нужно поменять ему условия. На адаптацию, естественно, у него уйдет какое-то время. Не ждите, что он побелеет за ночь. И, пожалуйста, просмотрите видео, в котором я подробно перечисляю идеальные условия содержания грибка. Ссылку, естественно, я оставлю внизу. Я смотрю, что я сильно потемнела. Пойду пересаживаться и осветлю себе лицо. Я не знаю, лучше или нет. Ну, во всяком случае, видно моё лицо. Я мастырилась, мастырилась. Я не знаю, как с этими лампами воевать. Ну ничего, я скоро разбогатею. И у меня будет здесь стоять целая группа осветителей. Вот. Так, на чём я остановилась? Так вот, если грибок, не перебивая, поменял цвет уже, будучи у меня, я бы попыталась вычислить причину. Когда и после чего он изменился в цвете. Ну, вообще, в этом случае индикатором здоровья грибка для меня было бы не его цвет, что тоже важно, а качество самого кефира. Если кефир на вкус нормальный, то пока грибок там себе потихонечку восстанавливается в цвете, я бы пила этот кефир. Естественно, если там нет никаких посторонних запахов, странного привкуса или странного цвета самого кефира. Если же мне в кефире что-то не понравилось бы, я бы, пока грибок не восстановится, кефир бы не пила. Но в таком случае молоком я бы тоже не разбрасывалась. Я бы наливала молока столько, чтобы просто покрыть грибок. Ну, может на три капли больше. И меняла бы его раз в сутки. Перед тем, как слить кефир, там его будет совсем чуть-чуть, я бы периодически пробовала его на вкус. И как только кефир начался бы получаться вкусный, я бы заливала большим количеством молока и уже поставила бы это дело на поток. Я так подробненько, надеюсь, вам понятненько. Ну и, чтобы не затягивать это видео, я, наверное, отвечу еще на один вопрос. А остальное оговорю в следующей части. Итак, последний вопрос. Есть ли какие-то другие признаки болезни грибка, кроме цвета? Очень хороший вопрос в интернете. Столько об этом говорят. Слизь бедная попала в этот список болезней. Скоро скажут, что у жирафа шея неправильная и у верблюда со спиной проблемы. Так вот, перед тем, как ответить на этот вопрос, я считаю нужным напомнить вам, что я обыкновенный человек. Никак профессионально не связанный с этой сферой. И хотя я и писала письма в учреждения, где непосредственно занимается эта культура, но мне так никто и не ответил. Здесь же я делюсь с вами своим личным многолетним опытом и также информацией, взятой из некоторых профессиональных источников. Так вот, как я и говорила, условия содержания грибка очень примитивные. Ему нужно цельное животное молоко, комнатная температура и сливайте кефир вовремя. Все. Лично у меня грибок не болеет. И состояние его здоровья я определяю по качеству самого кефира. Если мне невкусно, либо он вообще перестал сквашивать молоко, значит с ним что-то не так, типа заболел. Все известные мне причины, что с ним может быть не так, я попыталась перечислить в этой подборке на тему молочного грибка. Плейлист всех этих видео я, естественно, оставлю внизу. Выбирайте, кого что интересует. После этого видео выйдет продолжение. И если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте сейчас. Да, в следующем видео я буду говорить о самой, при самой, при самой частой проблеме, с которой сталкиваются новоиспеченные родители. Ну и все. Я не прощаюсь. Чмок! Продолжение следует...